Укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности. Таковы цели организации договора о коллективной безопасности. Эта структура образовалась в 1992 году, когда, казалось бы, глобальная проблема противостояния сверхдержав была решена, и человечество движется к светлому будущему. Однако последующие два десятилетия показали, что люди, если и меняются, то очень мало. И что рано или поздно, а скорее рано, чем поздно, они вновь окажутся перед необходимостью защищаться друг от друга. О сессии коллективной безопасности ОДКБ, которая на этой неделе состоялась в Ереване, мой коллега Александр Злобин. Стратегия развития ОДКБ до 2025 года стала ключевой темой встречи президентов в Ереване. Речь о разработке эффективного инструментария для обеспечения безопасности без малого 200 миллионов человек. Это население стран, входящих в военно-политический блок. Единый щит сформировали Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Своей главной целью участники организации ставят, во-первых, укрепление мира и обеспечение международной и региональной стабильности, а во-вторых, защиту независимости и территориальной целостности стран. Решать проблемы участники блока предпочитают путем переговоров и дипломатии, что, впрочем, не исключает совершенствование военной составляющей. Взаимодействие оттачивается во время совместных учений. Еще одно важное направление для сотрудничества – противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия. Все эти темы отражены в стратегии ОДКБ-2025, а за переход от теории к практике будет отвечать Беларусь, которое перешло председательство в организации. Приоритеты развития Минск выработал. Это и усиление сотрудничества с международными организациями, и миротворческая деятельность, и укрепление военного взаимодействия. Но Александр Лукашенко, как председатель Совета коллективной безопасности, решил доработать список инициатив с учетом продолжительной ереванской дискуссии. Президенты общались более трех часов. Цель – ОДКБ должна стать действенной организацией, с которой партнером придется считаться. Мы действительно провели очень принципиальный анализ, почему долго обсуждали ситуации, которая складывается в мире, притом по периметру всех границ, и на западном направлении зоны ответственности Беларуси и России, и Центральной Азии, и в районе Афганистана, и обсудили конфликты, нерешенные проблемы. И я так честно признаюсь, что те подготовленные материалы по приоритетам нашего председательства несколько не тянут на тот уровень обсуждения, на который мы вышли в узком кругу. К примеру, мы констатировали все, что ОДКБ никто не хочет признавать, особенно НАТО. Вот видите, организация не та и прочее. Я так слушал эти разговоры и думаю, вы знаете, если мы будем их просить, чтобы они нас признали, они никогда нас не признают. Нам надо поступить таким образом, чтобы заставить их признать нашу организацию. Ну и много других вопросов. Поэтому мы договорились, что с Николаем Николаевичем Бордюжей мы вычленим группу наших военных специалистов, и не только военных, и по линии Министерства иностранных дел подтянем к этому специалистов из Российской Федерации, прежде всего, и других государств. И нам надо сформулировать хорошие приоритеты, чтобы наша организация вышла на довольно серьезный уровень, чтобы ее уважали, ну не боялись, уважали, и мы никого не уговаривали, чтобы нас признавали. Я думаю, мы что-то хорошее можем предложить нашей организации в плане единства и уважения со стороны наших контрпартнеров. Попытки международного терроризма расширить зону влияния, активность исламского государства, приближение военных баз НАТО к границам ОДКБ и развертывание новых систем противоракетной обороны. Это факторы, с которыми союзникам придется считаться, и на которые предстоит выработать меры реагирования. Что касается практических итогов, президенты согласовали единый список организаций, которые на всей территории ОДКБ признаны террористическими. Также будут приняты меры по противодействию вербовке экстремистами граждан шести стран. Здесь спецслужбы усилят контроль. Новый кризисный центр, его создадут в Армении, поможет оперативно обмениваться информацией и в случае необходимости быстро реагировать на конкретные угрозы безопасности. Александр Злобин, Александр Сумар, Ереван, Контуры.